Новости и события Грузии. Подводим итоги недели на канале Грузия с русским акцентом. Смотрите в этом выпуске. Трагедия в Батуми. В результате обрушения жилого дома как минимум 6 человек погибли, один находится в реанимации и трое задержаны. Итоги муниципальных выборов в Грузии. Эффект Саакашвили не сработал. Заболеваемость снизилась, некоторые ограничения отменили и снова возникла тема обязательной вакцинации. Арест и голодовка Михаила Саакашвили. Экс-президент похудел на 12 килограммов, его просят прекратить голодовку и проводят акции с требованием освобождения. Неотмененная отмененная Тбилиссоба. Мэрия Тбилиси потратит почти полмиллиона лари на отмененный праздник. И еще одно живописное место в Грузии. Поехали! Здравствуйте! Меня зовут Сергей Азоль. В начале выпуска традиционные просьбы, ваши лайки, подписки, комментарии, все, что помогает распространять это видео. Кстати, на этой неделе у нас вышел очередной урок грузинского языка. Если изучаете, то обязательно посмотрите. Ну а мы переходим к новостям. Настоящая трагедия разыгралась в пятницу в Батуми. Пятиэтажный дом с надстройкой по улице 26 мая, построенный в конце 70-х, обрушился около полудня. В доме было 12 квартир. Все произошло буквально за несколько секунд. Момент трагедии зафиксировала камера видеонаблюдения. Практически сразу начались спасательные работы. Из машины, которая была припаркована рядом с домом, удалось достать, ну, в общем-то, практически целым, ребенка, которому был один год и три месяца. Машина оказалась под обломками здания. Отец малыша рассказал журналистам о том, что ребенок оставался в машине около получаса. Разбор завалов продолжался всю ночь. Из-под обломков живыми удалось извлечь только двух человек, мужчину и женщину. Они были отправлены в реанимации, но, к сожалению, через несколько часов женщина скончалась. Общее число жертв трагедии как минимум шесть человек. По данным МВД, в момент обрушения в здании находилось от десяти до пятнадцати. Спасатели вытащили из-под завалов тела пятерых. По некоторым данным, среди них как минимум один ребенок. Операцией руководили глава МВД Грузии и руководитель службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Спасательные работы на месте обрушения продолжаются. МВД Грузии завело уголовное дело по факту обрушения зданий и по этому делу на данный момент задержаны три человека. Причиной трагедии, по данным МВД, по их версии, стало проведение ремонтных работ с грубым нарушением техники безопасности. МВД сообщило о задержании владельца квартиры, которая находилась на первом этаже этого здания, и двух нанятых им рабочих. В заявлении МВД сказано, по поручению владельца и с грубым нарушением правил безопасности, они проводили в квартире строительно-ремонтные работы, которые предположительно вызвали обрушение одного из подъездов дома 8 октября. Как сообщило батумское издание Батумилеби, задержанный по делу Заор Будагов планировал объединить квартиру, которая принадлежала ему, с подвалом. Эта информация содержится в публичном реестре. Мы будем внимательно следить за развитием событий и держать вас в курсе. Я хочу выразить искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. А теперь к другим новостям и событиям этой недели. На этой неделе в Грузии подвели итоги муниципальных выборов. По пропорциональной системе результат получился следующий. Грузинская мечта набрала 46,65% голосов. Единое национальное движение 37%. Для Грузии или за Грузию партия, которую создал бывший премьер Гахария, набрала 7,79%. Лило 2,71% и европейская Грузия 1,66%. А вот на выборах мэров интрига по-прежнему сохраняется. В 20 городах ни одному из претендентов не удалось перейти барьер в 50% для того, чтобы объявить о своей победе. И в них состоятся вторые туры. В том числе и в самых крупных – в Тбилиси, Батуми, Кутаиси – пройдет второй тур мэрских выборов. Во всех случаях борьба будет продолжаться между кандидатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционным единым национальным движением. По итогам выборов высказались представители Европейского Союза и Соединенных Штатов. В заявлении, опубликованном на сайте представительства ЕС в Грузии, говорится «Политики могли вести избирательную кампанию в свободной конкурентной среде, а сам день выборов прошел упорядоченно и прозрачно». При этом наблюдатели отметили распространенные и последовательные заявления о фактах запугивания, подкопа избирателей, давления на кандидатов и избирателей. Кроме того, они говорят о серьезном дисбалансе с точки зрения ресурсов, недостаточном мониторинге источников финансирования кампании и неправомерном преимуществе партия «Грузинская мечта», которая в данный момент находится у власти. С заявлением представители Евросоюза согласны и в посольстве США. В их заявлении сказано, что грузинские избиратели заслуживают более высокого стандарта справедливости на выборах. Но недовольны результатами выборов не только наблюдатели из-за рубежа. Телеканал «Первейли» со ссылкой на свои источники сообщил, что недовольство есть и в правящей партии. И по их данным, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили покинет свой пост после второго тура выборов мэров 30 октября. Как утверждается, в «Грузинской мечте» недовольны именно тем, что мэрские выборы не удалось выиграть в 20 городах, в том числе самых крупных, и тем, что в некоторых городах единое национальное движение выиграло по пропорциональной системе. Тем не менее, «Грузинская мечта» смогла получить результат, который обеспечивает то, что разговор о досрочных парламентских выборах, в общем-то, откладывается на неопределенное время. Оппозиция, конечно, с этим не согласна, но даже по соглашению Шарля Мишеля, там был порог отсечки в 43%, который «Грузинская мечта» сумела преодолеть. Будем следить за тем, как развиваются события, тем более фактор Михаила Саакашвили здесь по-прежнему остается на столе. Мы еще вернемся к этой теме, а сейчас несколько слов об эпидемии. Заболеваемость в Грузии снизилась с пиковых значений этого года, но остается по-прежнему на достаточно высоком уровне. Существенно выше, чем в начале лета, и тем более весной. Тем не менее, с 6 октября в стране был отменен целый ряд ограничений. Так, рестораны и кафе смогут теперь работать до 23 часов. С 25 августа они должны были закрываться в 10 вечера. Кроме того, снято ограничение на проведение фестивалей и концертов. Однако, вместе со снижением заболеваемости снизились и темпы вакцинации. Так, 5 октября в стране было вакцинировано чуть больше 9 тысяч. Летом, в конце лета, были дни, когда вакцинировались по 25-30 тысяч человек в день. Ввиду отсутствия спроса, в Грузии приостановлена запись на вакцинацию вакцины AstraZeneca. А закупки вакцины Johnson & Johnson, о которых было объявлено ранее, производиться не будут. Если в течение ближайших 2-3 недель показатель вакцинации в Грузии не достигнет 20 тысяч в сутки, то специалистам придется рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации приоритетных групп. Об этом заявил руководитель Национальной технической группы по иммунизации Иван Эчхейдзе. До сих пор в Грузии вакцинация является добровольной, и в Минздраве категорически отрицают возможность введения обязательной вакцинации. В ведомстве рассматривают другие способы продвижения прививок. Так, на днях подписано распоряжение о денежной премии медицинским работникам, по рекомендации которых вакцинируются лица старше 60 лет. С 15 октября в Грузии также стартуют марафоны по вакцинации. Суть акции в том, что выбирается один контрольный регион, и в течение трех недель ставится задача довести уровень вакцинации до 60% взрослого населения за счет привлечения дополнительных бригад медиков и разъяснительных встреч. Также в Грузии расширяется использование мобильных пунктов вакцинации. До последнего времени они работали в Тбилиси, Батуми и Руставе. Сейчас они будут запущены еще в нескольких регионах. Но Иван Эчхейдзе считает, что без обязательной вакцинации можно будет обойтись только в одном случае. Минимум 20 тысяч прививок в день. Вот та цифра, которая до конца года даст нам возможность сказать, что Грузия контролирует пандемию. Так сказал Иван Эчхейдзе. Он также считает, что в Грузии стоит поставить цель вакцинировать 80% населения. Этот показатель, которого смогли достичь многие страны, и та цифра, к которой стремятся все те страны, в которых доминирует Дельта-штамп. Мы тоже относимся к числу таких стран, подчеркнул специалист. Недавно свое возмущение в связи с низкими темпами вакцинации выразил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгис Цирцвадзе, назвав этот процесс театром абсурда. Вернемся к политическим новостям. Михаил Саакашвили, который с 1 октября содержится в грузинской тюрьме, за 8 дней голодовки похудел на 12 килограмм. Об этом сообщил журналистам его адвокат Бека Басилая. Визуально, если на него посмотреть, видно, что человек похудел. Насколько я знаю, похудел он примерно на 12 килограмм. С каждым днем состояние его здоровья начнет постепенно ухудшаться, если уже не ухудшилось. Морально он бодр. Сказал Басилая после посещения Саакашвили в Руставской тюрьме номер 12. Видимо, в том числе эта информация побудила несколько заявлений с призывами к Михаилу Саакашвили прекратить голодовку. 8 октября с таким заявлением выступил его отец Николос Саакашвили, который обратился к сыну через социальные сети. Он написал, что у него нет на сегодняшний день другой возможности обратиться к сыну. Днем раньше, 7 октября, подобное заявление сделала грузинская православная церковь. Но Михаил Саакашвили заявлял раньше, что не согласен с обвинениями в его адрес и будет держать голодовку вплоть до освобождения. Правда, поступили сообщения, что он выпил сок, начал принимать жидкую пищу, но это, конечно, неполноценное питание. А вот его сторонники действуют немножко другими методами. В Грузии практически сразу после его задержания начались акции в его поддержку и с требованием освобождения. Так, 4 октября сотни его сторонников собрались около тюрьмы. Рядом с тюрьмой была в итоге установлена палатка требования выступающих одни – свободу Михаилу Саакашвили. Масштабная акция с такими же требованиями заявлена на воскресенье 10 октября в 17 часов вечера на проспекте Руставели в Тбилиси. Акцию организует общественное народное движение, которое организовала лидер оппозиционной партии «Закон и справедливость» депутат парламента Тако Чеквиани. «Анонсирую большую многотысячную акцию. Это будет та обещанная акция, о которой мы столько времени говорили. Народное движение анонсирует предупредительную акцию против возможной фальсификации выборов и за освобождение Михаила Саакашвили до досрочных выборов», заявила Чеквиани журналистам. Вообще вот это общественное народное движение, как оно называется, ставит целью возвращения Михаила Саакашвили на родину, ну а в данный момент, когда он уже находится в Грузии, его освобождение. Еще одну протестную акцию с теми же требованиями планируется провести 14 октября. Как мы видим, нокаут событий вокруг Михаила Саакашвили и муниципальных выборов, выборов мэров городов не спадает, а только нарастает. Посмотрим, чем все это закончится, как будет развиваться событие, поскольку и сторонников, и противников Михаила Саакашвили в Грузии очень много. А следующая новость, о которой мы поговорим, на первый взгляд к политике не имеет вообще никакого отношения. Хотя, на мой взгляд, с выборами мэра она тоже связана. После отмены ограничений на проведение концертов в Грузии снова заговорили о Тбилисубе. На днях мэр Тбилиси, как Каладзе, сказал, что традиционный для столицы Грузии праздник пройдет только в виде одного концерта и церемонии награждения званием почетный житель Тбилиси. Однако, после отмены ограничений оказалось, что концерт будет не таким уж скромным. Мэрия Тбилиси потратит на организацию праздника почти полмиллиона лари, больше 150 тысяч долларов. Концерт в парке Тацминда пройдет 24 октября, за неделю до второго тура выборов мэра Тбилиси. И будет транслироваться по общественному телевидению и в социальных сетях мэрии. Согласно приказу премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, мероприятия носят государственный и общественный характер. В концерте примут участие до 20 сольных исполнителей, ансамбли и большой оркестр. Конечно, традиционно Тбилисоба проходит более масштабно. Устраиваются культурные и спортивные мероприятия, ярмарки и застолья под открытым небом. Ну и в этом году, как показывает практика, все будет не так уж и скромно. В комментариях нас просили рассказывать об интересных местах, которые находятся не только в Батуми. Вот в апреле мы были в очень интересном месте. Это усадьба Салхино, усадьба князей Додиани, неподалеку от города Мартвили. Место нам очень понравилось, и мы решили о нем тоже рассказать. Летняя резиденция князей Додиани. Парк во французском стиле. Вот такой особняк. Маленькая церковь. Большая поляна, окруженная платанами и самшитом. По этой полянке можно гулять. На ней можно валяться, отдыхать. Здорово. Сегодня не жарко, но я думаю, даже в самые жаркие солнечные дни здесь достаточно тихо, прохладно, тенек. Когда еще платаны распустятся, так будет вообще совсем красота. А видите, смотрите, платаны, поросшие плющом. Усадьба Салхино очень приятное место для прогулок, фотосессий и просто отдыха на природе. Смотрите сами. Салхино. 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 Вот такое красивое. и, на мой взгляд, очень душевное место. Я считаю, что туда действительно стоит съездить. Пока мы готовили этот выпуск, пришло еще несколько сообщений. Число жертв трагедии в Батуми увеличилось до 8 человек. 11 октября объявлено в Грузии днем траура. Опразднование Белесоба в этом году не состоится. Столичные власти отменили все мероприятия в знак скорби по жертвам обрушения дома в Батуми. Об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Такой была неделя на наш взгляд. Как будут развиваться события, покажет время. Мы будем следить за тем, что происходит, и держать вас в курсе на канале «Грузия с русским акцентом». С вами был Сергей Азоль. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!